Здравствуйте! Это в любознательного шестилетнего мальчишку, который так и норовил разобрать телекамеру, зовут Ярослав. Но таким активным и жизнерадостным он бывает не всегда. У Ярослава очень редкое заболевание, которое протекает с частыми рецидивами. Его родители уже не в силах сосчитать, сколько раз их сын оказывался в реанимации. После каждого такого случая Ярослав заново учится говорить, различать буквы и так далее. И с этой проблемой, к сожалению, мальчик будет жить всегда. Сейчас мы отстаем ненамного. На полтора года мы сейчас отстаем. Мы нагнали уже полгода в развитии. Конечно, тяжело с ним заниматься, когда ты ему объясняешь одно и то же по сто раз. И он как будто бы первый раз, мама, я не знаю, что ты мне говоришь. Но если мы сейчас выйдем на прямую хотя бы середину, он будет идти по ней. Соответственно, мы понимаем, что он будет падать. И с спиртными препаратами будем подниматься. Нам важно, чтобы не было, как правильно сказать, развернутых приступов. С каждым развернутым приступом он теряет все больше и больше навык. Нам нужно хотя бы уйти от приступов. Эту программу Катя и ее маленький Ярослав увидят только в интернете. На данный момент они находятся в Москве на очередном курсе реабилитации, который состоит из многочисленных капельниц. Этот курс будет длиться полгода. То есть каждый месяц мать и сын должны ездить в столичную клинику. Все средства, которые зарабатывает глава семейства, Максим, уходят на лечение и развитие сына. Семейная пара ни на секунду не оставляет Ярослава одного. По очереди не спят ночью, потому что приступ эпилепсии может случиться в любой момент. Супруги признаются, что балуют сына. Игрушками и домашними питомцами пытаются компенсировать невозможность пойти с ним на аттракционы, съездить в аквапарк. Все это Ярославу противопоказано. Родители стараются сгладить постоянное пребывание в больничных стенах и то количество процедур, которые мальчику постоянно приходится проходить. А еще все эти медицинские испытания стоят очень дорого. На выхода нет. За здоровье сына приходится платить. Была ситуация даже в Санкт-Петербурге. Нам нужно было сделать МРТ. Ярослав сильно за температурой. Соответственно, МРТ нас не пропустили. Анестезиолога не стало. Он ушел то ли в отпуск, то ли еще куда-то. Нам сразу сказали, давайте, значит так. МРТ ребенку нужно? Нужно. Делать его только под наркозом. Он маленький. У нас есть анестезиолог. Он может приехать из другой клиники. Но заинус сумму денег. Мы вам, пожалуйста, его привезем. Вы ему, пожалуйста, заплатите. И он будет восстановлять по следующей сутке. Но только с ним мы можем сделать вам МРТ. Иначе ждите дальше. А очередь, соответственно, уже была расписана вплоть до конца месяца. То есть у нас уже и билеты были, и все. Не хотите, нам сказали, не надо. Можете ехать домой. Думаю, что таких историй достаточно накопилось у каждой семьи, которая отчаянно борется за жизнь своих детей. Сейчас Лапшовы планируют поездку в Индию. В очередной раз надеясь на улучшение состояния Ярослава. Медицинские услуги и дорога туда и обратно выльется в копеечку. На страничке ВКонтакте в группе фонда помощи детям «Наше будущее» есть история маленького Ярослава и информация о том, куда можно перечислить деньги. Если вы готовы помочь этому мальчику и другим мальчишкам и девчонкам, которые состоят в благотворительном фонде, не пожалейте времени и загляните в соцсеть. Это Игорь Елен, еще один участник благотворительного аукциона «Свет надежды». У Игоря такой же непростой диагноз, как и у шестилетнего Ярослава. Одна из разновидностей эпилепсии. Но молодой человек, ему уже 24 года, стремится жить активной жизнью, как и другие участники благотворительного мероприятия. Организаторам аукциона он позвонил сам и лично сказал, что ему есть что представить в качестве лотов. В общем, человек он творческий и чем только в этой жизни не увлекался. У меня много увлечений. У меня вот, ну, в компьютере часто я довольно много делаю всякая разница. Например? Фотошоп. Фотошоп, потом 3D-редактирование. Я вот из бумаги сначала распечатываю, распечатываю на принтере, потом вырезаю из бумаги, из листов, на детали. Когда, знаете, были старые-старые конструкторы, бумажные журналы какие-то, то ли литовские, то ли, и вот их вырезали и потом собирали. Потом я вот эти детали вырезаю, они мелкие, и собираю конструкцию. Потом обделываю по приемаше, а потом уже более оболочку. И получается такая конструкция. А еще Игорь любит фотографировать, умеет делать чехлы для мобильных телефонов и много что еще. Молодого человека есть опыт и в трудоустройстве. Несколько раз он пытался работать в нескольких местах, но получилось не очень. Игорь закончил школу, правда, о дальнейшем обучении из-за болезни пришлось забыть. Сейчас он поддерживает отношения с бывшими одноклассниками, по крайней мере, с некоторыми из них. А вот в школьные годы ему было непросто. В школе трудно было? Как-то удавалось находить общий язык с людьми, с одноклассниками, с учителями? Трудно с учителями легко, а вот с одноклассниками трудно. Дети жестокие? Да. К сожалению, мы так воспитаны, что чаще стараемся отгородиться от людей с особенностями. Наверное, это защитная реакция. Просто не замечать, что такие люди живут среди нас. И дети наши жестокие по отношению к тем, кто на них не похож, из-за того, что мы не говорим с ними об этом. Игорь уже взрослый. Он все понимает, и мне кажется, что обид ни на кого не таит. Тем более, что у него есть друг, с которым они общаются уже много лет. Что же касается участия в аукционе, то вырученные деньги юноша собирается отдать маме, чтобы помочь с ремонтом квартиры. Напоминаю, что аукцион «Свет надежды» состоится в мае. О времени и месте проведения мы сообщим позже. А в следующей программе нас с вами ждет знакомство с очередным участником. Пишите мне ВКонтакте, если вам нужна помощь или вы сами готовы ее оказать. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok